Здравствуйте, товарищи! Сегодня поговорим о том, как представление из нашей головы переходит в реально существующие вещи, или говоря диалектично, поговорим о том, что сущность определяет саму себя как основание через рефлексию. То есть основание это одно из определений сущности. Наличие основания предполагает условия для перехода в сущность. Все имеет свое основание, то есть все, что есть на свете, надо рассматривать как положенное, а не как сущие, непосредственное. Основание является субстратом для сущности и ее определением, то есть абсолютным основанием. Так у плода яблони есть основание, которое принято называть мякотью. Конечно, если яблоки нас интересуются в качестве продукта питания, а не как биологический вид. Клетки яблока являются субстратом для фрукта и его основанием для существования. При этом у сущности есть еще и форма, причем определенная форма. К форме принадлежит вообще все определенно. Как отрицание сущности, форма отлична от самой сущности и является лишь поверхностным отражением. Это только свечение сущности. Форма всего лишь момент отрицания основания, но при этом осмотренная как единство. Форма определяет сущность. У яблока есть характерная форма, причем форма присущая именно яблоку. Она легко узнаваема и может служить в роли определения яблока. Через внешнюю форму можем догадаться содержимым конкретного фрукта, но при этом мы прекрасно понимаем, что форма не является самим яблоком. Это только его поверхностное проявление. Это всего-навсего кожура, которая отделяет содержимое от окружающего мира. Форма и материя. Если есть что-то с формой, то должно быть нечто бесформенное, то есть абстрактная материя. Материя это всего-навсего наполнитель формы или ее основание. То есть субстрат или основание. Определить материю можно как бесформенное тождество, когда рефлексии относятся к сущности, как к бесформенному, неопределенному. Так сущность становится материей. Применительно к яблоку перед нами имеется его форма, которая выступает не просто как граница плода, но и как его неотъемлемая часть, отличная от всего остального. Основой или субстратом для этой формы выступает внутренняя мягка, состоящая из отдельных клеток. Клетки могут располагаться как угодно. Их расположение зависит не от самих клеток, а от внешней оболочки, оформляющей их в одно целое. Понятие. Форма и материя взаимно связаны между собой и не могут существовать друг без друга, так как форма определяется определенной материи, а определенная материя определяется формой. Если взять как единство оформленную материю, рассмотреть ее как снятая и безразличная к форме, то мы получим содержание сущности. Получается, что основание это основа для формы, а достаточное основание это понятие для сущности. Вот и форма яблока не может существовать отдельно от начинки, но при этом мы можем взять начинку существующего яблока и использовать ее для пирога, отделив от кожуры. Получаем единство и противоположность форму яблока и его мякоти. Из этой борьбы можно вывести категорию понятия. Если мысленно представить себе яблоко, отрешится от всего разнообразия формы существующих красок. Если сконцентрироваться только на содержимом, то у нас в голове сформируется понятие о том, что же такое яблоко на самом деле. Если бытие рассматривать как становление сущности, то основание это его целое. Целостное соотношение оснований есть обуславливающее, опосредованное условие существования. Становление мыслимой сущности есть простой выход в существование. Если на лицо имеются все условия для какой-либо мыслимой вещи, то она вступает в существование. То есть мыслимая вещь имеет собственное бытие ранее, чем она начинает существовать. Если вы читали антидюрин, то должны помнить, как Энгельс разворачивает категорию условий существования и какие примеры для этого приводят. Мы же продолжим наши умственные эксперименты на яблоках. Например, мы придумали рецепт яблочного пирога. Так он стал быть ем в нашей голове. Для появления пирога на свет, как отдельная материальная вещь, необходимо выполнить все условия для его приготовления. Нам нужны все ингредиенты. Необходимо иметь духовку и посуду. Еще нужен повар, способный произвести все необходимые манипуляции. Только при наличии всех условий у нас получится яблочный пирог. Обратный пример. Вот мы придумали рецепт пирога из марсианских яблок. Но для его приготовления не соблюдены все условия. Марсианский пирог останется только в нашем представлении. По крайней мере до тех пор, пока на Марсе начнут выращивать яблоки. В этом плане и Бог является бытием в человеческом сознании, так как мы выработали о нем понятия в своей голове. Можно спросить любого человека, что такое Бог, и он даст ответ на этот вопрос. Но для существования Бога необходимо иметь все условия. Если у Бога нет формы и материи, то он не существует. Правда, это не отменяет того факта, что он может перейти в существование. Для этого людям необходимо или поменять свое представление о нем, или создать все условия для его существования. Например, как в фантастическом рассказе Адамса, когда люди смогли создать суперкомпьютер, способный ответить на самый главный вопрос во Вселенной. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok